Вечер добрый, это подробности недели. Я Дмитрий Анопченко. Главная тема этих дней. Мир, наконец-то, может стать реальностью. Ну, судите сами. Владимир Путин сегодня дал приказ отвезти российские войска. Формально это звучит так. Закончить учения в Ростовской области и вернуть подразделения к местам постоянной дислокации. Президент Порошенко тоже дал понять. Впервые со времени начала конфликта договоренность с Кремлем возможна. Уже в следующий четверг два президента встретятся. Встретятся в Милане. Петр Порошенко сказал прямо, вроде бы с россиянами мы обо всем договорились. Но по-прежнему задается вопросом, а насколько искренни эти договоренности. Ну, а пока что, пока что по нашей эксклюзивной информации, которую мы получили от источников в силовых структурах, подразделения главного разведуправления Минобороны России уже начали ликвидацию тех боевиков, которые не согласны с мирным решением конфликта. О чем это говорит? Большой вопрос. Давайте разберемся сегодня вместе. И еще у нас есть сегодня вторая площадка в так называемой буферной зоне. Серой зоне, как невесело говорят сами те, кто там живет. Это поселок Горская, Луганская область. Там живут полторы тысячи семей шахтеров. Ну, сегодня они не просто смотрят нашу программу, но и смогут задавать вопросы гостям и рассказать о своей жизни. Жизнь не такой, как она есть. И наши корреспонденты пытаются пока наладить связь. Будем с ними общаться, будем с ними сегодня говорить. Как только появится картинка, скажите мне, мы еще раз зрителям эту точку заявим. Продолжим дальше. Действительно ли россияне отводят войска? Буквально через несколько минут узнаем у военных, получим всю информацию. А пока что на связи должна появиться Москва. Там наш корреспондент Данил Русаков. Есть связь с Москвой, да? Добрый вечер. Нас слышно? Да, Дмитрий, слышно. Но если быть точным, то на самом деле вот это сегодняшнее сообщение об отводе войск, оно уже третье по счету. Я напомню, уже с подобными заявлениями Кремль выступал в мае и в марте. И итог мы все хорошо знаем. По сообщениям специалистов НАТО, по тем данным, которые были сделаны, съемки со спутников, было видно, что войска в принципе вообще никуда не двинулись. Но вот будет ли это означать в этот раз, что действительно слова не разойдутся с делом? Посмотрим. А все, что сейчас происходит, то есть передислокация войск из Ростовской области, формально называется завершением масштабных военных учений, которые якобы проводились вместе с военными силами Южного федерального округа. И вот уже сообщается, что министру обороны России Сергею Шойгу отчитались о возвращении, я сейчас процитирую официальные данные. Дело в том, что они разнятся немножко с тем, что с той информацией, которая имеется в открытых источниках, так вот, по тем данным, которые есть к местам постоянной дислокации, должны отправиться почти 18 тысяч военных. Но дело в том, что, опять-таки я повторюсь, в открытом доступе были данные, что их количество сильно больше и составляет как минимум 40 тысяч человек. Однако проверить это, опровергнуть решительно невозможно, как и непонятно, собственно, в каком направлении эти войска движутся. Это по традиции тайна, покрытая мраком. Ну и вот, означает ли происходящее... Означает ли фактически то, что сейчас происходит, похороны проекта Новороссия террористического, это достаточно. Тоже хороший вопрос, на который сейчас мало кто может ответить. Ну и вот я позволю себе процитировать, что говорили известные, пробластные политологи о сегодняшних событиях. Итак, в частности, любимый политолог Путина Сергей Марков в своем, собственно, аккаунте в социальной сети Facebook назвал, что это, цитата, «большим желанием мира со стороны Москвы». Примерно такой же позиции придерживается и депутат Госдумы Пушков. Я процитировал сообщение в Твиттере. Он говорит, что это сигнал Киеву и Западу. Россия не хочет войны. Но, собственно, на эту запись в Твиттере, как и ожидалось, отреагировали радикально настроенные сторонники Путина. И они сообщили, что это все, по их словам, по их ощущению, пахнет предательством. Данил, ну вот то, что для нас здесь, в Киеве, важно. Вот у нас сегодня все цитируют запись Бориса Немцова в Facebook, мол, Путин сдал Новороссию. Те, кто у вас поддержал боевиков, те, кто поддержал Новороссию, они, ну, честно говоря, шокированы, они тоже такого не ожидали. Что говорят независимые журналисты? Вот оппозиционные мнения, бог с ним, с Марковым. Что другие журналисты говорят? Ну, вот в частности, если говорить о независимых журналистах, то да, они тоже комментируют сегодняшние события. Так, в частности, обозреватель Юлия Латынина говорит, что это вынужденная мера. Впрочем, я предлагаю послушать фрагмент интервью, который мы с ней записали. Там все подробнее. После того, как Кремль не смог взять Мариуполь, стало ясно, что завоевание Украины потребует слишком большого количества гробов внутри России. И что еще более важно, слишком острой реакции на Западе. То есть это тот уровень реакции, который Путин не может себе позволить. А все остальное – это медленное отползание назад и перетекание ситуации в холодную войну, попытка покупки депутатов, создание на месте Лугандона местного Хамаса, который будет жить исключительно тем, чтобы гадить Украине. Ну, собственно, помимо журналистов, подобные сообщения комментировали сегодня, что такую молниеносную новость комментировали и представители российской оппозиции. Вот по словам Михаила Касьянова, он, в частности, отметил, что происходящее – это, может быть, один из очередных политических приемов Путина. И связан он с тем, чтобы показать себя как миротворца в предстоящих переговорах газовых. Я предлагаю послушать, что, собственно, сказал российский оппозиционер подробнее. Нужно будет посмотреть, что будет происходить, например, через 3-4 дня. Будут ли данные со стороны украинской, со стороны НАТО, ну, например, председатели НАТО и ОБСЕ, существует ли реальный отвод войск. Или это, опять-таки, такие, ну, чисто демонстративные действия для показа того, так сказать, доброй воли или добрых намерений, с которыми Путин поедет в Крым, поедет в Милан, встречаться с Порошенко и обсуждать газовые проблемы. Ну, собственно, федеральные российские телеканалы на сегодняшнюю новость отреагировали достаточно сдержанно. Как сказали, так и повторили, все по старой доброй традиции. А вот, что, собственно, означает сегодняшнее решение об отводе войск с территории Ростовской области – это такой вопрос очень спорный, он возникает очень много после него разных догадок и домыслов. Означает ли это, что российских военных точно так же уберут с территории восточных областей Украины, в частности, речь идет о Краснодоне и Новоазовске, присутствие, я напомню, российских вооруженных сил там уже неоднократно фиксировалось. И вот, собственно, здесь это вопрос, на который достаточно тяжело сейчас ответить, и, по всей вероятности, на него четкого ответа нет. Но многие полагают, что, скорее всего, их оттуда убирать не будут. Ведь по заявлениям официальных российских лиц, они много раз убеждали, что никаких войск они на территории Украины якобы не вводили, а, собственно, заблудившиеся десантники, вот они вот просто как-то вот сами взяли и нарушили границу. Вот чисто по случайности. Извилистая дорога из Пскова какими-то окруженными тропами. Дмитрий. Данил, спасибо. Ну, понятно, что ничего не понятно. Как видите, в Москве пока что нет ни четкой информации, ни четкого понимания, что же все-таки означает этот шаг России. Но вот у нас с вами есть порядка двух часов эфира. Давайте будем разбираться.